Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праведному Симеону было обещано, что он не умрет, пока не увидит Сына Божия. Но ему не было сказано ничего относительно того, по какому же признаку он должен будет Спасителя узнать. А ведь Спасителя можно было узнать только Духом Святым. И это означало, что праведному Симеону нужно было всю жизнь положить на то, чтобы очистить свою душу, свое сердце, сделать свое сердце непогрешимым инструментом, с помощью которого можно было бы распознать самого Бога в каком-то неведомом, неизвестном человеке. Мы понимаем, что только чистое сердце может увидеть Бога. Только сердце, наполненное любовью к Богу, наполненное любовью к людям, способно распознать самое главное. И, прежде всего, то, что составляет суть жизни человека на земле – распознать образ Божий в окружающих людях. Пока мы видим в человеке его недостатки, его пороки, его слабости, все то, что нас заставляет раздражаться, осуждать других людей, мы еще во тьме. Мы еще слепы, мы еще не способны видеть то, что составляет самое драгоценное и главное в человеке. Да, разумеется, в людях все это есть. Но мы никогда не можем себе позволить предпочесть образ Божий, то есть предпочесть эти все недостатки образу Божьему. Мы призваны к тому, чтобы видеть только это, самое главное. Все же остальное стараться отделять в своем восприятии от человеческой личности, от той красоты, которая в ней скрыта. Дай Бог, чтобы мы с вами всю жизнь учились этому. Это самое великое искусство – воспринимать в другом человеке образ Божий. И если мы овладеем этим искусством, то тогда каждая встреча, каждое соприкосновение наше с другим человеком будет нас обогащать, поскольку это соприкосновение окажется встречей с самим Богом. Встречей прикровенной. Встречей, которая, конечно же, не будет иметь еще той полноты, которая возможна тогда, когда мы окажемся лицом к лицу самим Спасителем в будущей жизни. Но, тем не менее, не можем мы по-настоящему предстать в радости и сыновней или дочерней любви к Богу перед лицом самого Бога человека в вечности, если мы не будем учиться этому прикровенно здесь, на земле, каждый раз, соприкасаясь с кем-либо из окружающих людей, стараться видеть в них образ Христов. Дай Бог, чтобы мы овладевали этим искусством, трудились над собой, не давали себе права, не позволяли, не разрешали бы себе свое внимание опрощать лишь на одни недостатки и немощи людей. Дай Бог, чтобы каждая встреча с человеком была для нас вот такой прикровенной встречей с самим Богом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok